Добрый день, многоуважаемые коллеги. Хотелось бы представить вам клинический случай псевдомиксома брюшины. К нам обратилась пациентка с диагнозом муцинозный рак червеобразного отростка CTXN0M1B, псевдомиксома брюшины. Во время диагностической лапароскопии это выглядело... Можно видео? Во время диагностической лапароскопии это выглядело именно таким. Да, следует отметить, что заболевание пациентки выявлено случайно во время подготовки к плановой операции, к ликвидации паховой грыжи. Здесь во время диагностической лапароскопии выявлены узлы во всех отделах брюшной полости, в том числе и покрывающие тонкую кишку. Эти образования муцинозной структуры и вот видно, что инструментом они легко отделяются от самой париэтальной брюшины. Данные образования также выявлены по данным компьютерной томографии. Гистологический опухоль верифицирована как высокодифференцированная муцинозная аденокарцинома, вероятно, червеобразного отростка. И, как я понимаю, большая часть именно химиотерапевтов, поэтому, наверное, будет сложно. Дело вот в чем. Представьте, к вам обратилась такая пациентка. Что бы вы сделали? Провели бы ей симптоматическую терапию, провели бы химиотерапию, операцию с проведением внутребрюшной гипотерамической химиоперфузии или операцию без химиоперфузии, либо внутребрюшную гипотерамическую химиоперфузию отдельно. Чтобы помочь вам с определением того или иного варианта, передаю слово Андрею Александровичу Даманскому, который расскажет взгляд химинохирурга с последующим взглядом химиотерапевта, в частности, Кульфимид Хаттман Тиллитайп. Продолжение следует...